Всем приветики! Я хотел бы сделать обзор на все модельки ножей, которые есть в CSGO. Именно на модельки, потому что скинов на все ножи у меня, конечно же, нету. И поэтому я вам покажу модельки ножей, которые на данный момент существуют в игре CSGO и их анимацию. А также, помимо ножей, и другое оружие ближнего боя. Стандартные ножи, такие как вот этот, и как у КТ-стороны, мы рассматривать не будем, потому что они есть у всех, и их может осмотреть любой, просто зайдя в игру. Мы будем рассматривать именно те ножи, которых у вас нету. Вот. И первый нож, с которого мы начнем, это будет штык-нож. Вот так вот он выглядит. Просто моделька штык-ножа. Довольно-таки круто смотрится. Он имеет такое вот небольшое поблескивание. Видно, что он немножко переливается на свету. В тени он немножко блекнет. Здесь, кстати, удобное место. Прямо под солнцем, стоя, можно видеть нож как и в тени, так и на свету. Так же у ножа есть анимация доставания. Что довольно-таки круто. Выглядит. Это обычный удар. Это сильный удар. Ну, в принципе, так же, как и у стандартного ножа. Следующий нож, это нож M9. Тоже штык-нож, но M9. И выглядит он уже так посерьезнее немножко. Но он как бы особо не переливается. Что в тени, что на свету, он везде практически одинаково выглядит. Вот. Ну, именно просто. Я имею в виду сама моделька. Не знаю, как там скины. А вот именно сама моделька, ну, как бы без... Без такого свечения. Без блеска. Взятие в руку происходит не так красиво, как у обычного штык-ножа. Он так как-то с таким замедлением его достает. Обычный штык-нож, который не M9, как-то приятнее достается с таким прокручиванием через руку. Ну, удары они. Они обычные. Следующий нож, это складной нож. Он довольно-таки так прикольно достается. С таким, ну, как бы действительно раскладываясь. Так вот он выглядит. Даже видно немножко лезвие поблескивает. На свету он выглядит таким вот образом. А в тени он немножко блекнет. Ну, а удары такие же, как и у стандартного ножа. Ножа нож с лезвием крюком. Даже и без какого-то скина он довольно-таки тоже прикольно смотрится. Лезвие немножко поблескивает. Лезвие немножко поблескивает. Нож. 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 удары необычные. Нож. В основном удары у всех обычные. Отличаются именно взятие в руку и осмотр. К примеру. К примеру, ну, дальше мы уже дойдем до ножей, у которых, ну, как керамбит, например, он по-своему осматривается. Этот просто, ну, как стандартный. А керамбит он с таким прокручиванием. Ну, и, собственно, вот он, керамбит. Мечта многих игроков, которые играют в CSGO. Потому что он реально круто выглядит. Круто лежит в руке. Анимация у него, когда он достается, довольно-таки красивая. Думаю, тут сложно не согласиться. Приятно. Он, он просто достается уже приятно. И просто вот доставать одно удовольствие. Вот честно, мне бы хотелось себе такой нож в игре. И осмотр, анимация осмотра. Перед тем, как осмотреть, нож прокручивается на пальцы. И перед тем, как перестать осматривать, нож тоже прокручивается. Что довольно-таки приятно, честно говоря. Очень приятно. Керамбит, я думаю, это мечта многих игроков. Кто играет в CSGO, это как бы такой один из крутых ножей. А тем более, если у него какой-то скин будет красивый. Хотя он и сейчас без скина довольно-таки солидно выглядит. Хочется обладать таким ножом на самом деле. Ну и удар тоже. У него и осмотр, анимация осмотра начинается с прокручивания и заканчивается им же. И в руку достается с прокручиванием. И удар наносится не сверху вниз, как обычно, а снизу вверх. То есть вот у него уже анимация сильного удара, это сильный удар, она особенная. В то время как слабый удар, он обычный. Такой же, как и у стандартного ножа. Просто что нож расположен уже острием не из руки, а под рукой. А вот именно удар, сильный удар, он уже отличается. И еще, кстати, его можно крутить. То есть таким вот образом бегать и крутить. Медленнее, быстрее. Что довольно-таки прикольно. Ну а это охотничий нож, скин, на который у меня уже есть. Патина. С таким я бегаю в игре, только со скином. Довольно-таки приятный нож. Удары у него, ну, стандартные, как у стандартного ножа. Взятие, как у ножа с лизовым кругом. Тоже прокручивается в руке при взятии. Ну и скинчик, вернее, моделька имеет свой блеск. И видно, что в тени и на солнце немножко меняется отражение на самом ноже. Ну и осмотр тоже, как у обычного ножа. Но он довольно-таки мощно смотрится. Такой здоровый, серьезный нож. С таким я бегаю в игре. Вот. Нож, бабочка тоже. Многие о нем мечтают. Он даже просто, когда держит его в руке, немножко так поигрывается пальчиком с ножиком. И ножик поблескивает. Сама моделька поблескивает. Видно, что она вот немножко так переливается. В тени она становится немножко темнее, на свету светлее. Взятие в руку тоже, как у складного ножа, нож раскладывается. Ну и осмотр. Конечно же, многим нравится осмотр ножа. Удары у него обычные, как у стандартного ножа. Но многим нравится именно осмотр этого ножа. Когда нажимаешь осмотреть, он начинает его крутить. Вокруг пальца. И потом берет его в руку. Причем у него есть два разных осмотра. Только что был быстрый осмотр, когда он немножко крутанул и взял в руку. А есть долгий, когда он много раз крутит. Вот как сейчас. Это быстрый осмотр. И перевешиваешь бокал. Теперь there. Узлева. Подписывайтесь на канал. Понимаю его потому что телефон светляет наicsÉ. Жирное движение к��лянно. Ударило где выбора т процедуриторскийesten. Туда. ну его можно крутить бегать и постоянно крутить но честно говоря когда-то я тоже хотел нож бабочку сильно хотел но если сравнивать его с керамбитом то керамбит мне намного больше понравился прям приятнее в руке лежит если по 10-балльной шкале то керамбит 10 из 10 а бабочка ну где-то 5-6 из 10 такое себе на самом деле вот когда реально керамбит держишь в руке хоть даже модельку они скин все равно ощущается намного приятнее чем бабочку бабочки единственное что круто это вот эта анимация причем недолго не не короткая а длинная она еще я смотрю не всегда срабатывает когда он много раз вокруг пальца крутится тогда вот это вот круто вот это и это единственное что в нем круто все а в керамбите круто круто все прям вот все все действия керамбита они максимально крутые а это у нас нож фальшон вот так вот он лежит в руке удары удар у него вот это слабый он такой как у обычного ножа правда с правой стороны справа налево он бьет как-то сверху немножко кстати отличается вот это сильный удар он бьет в бок резко того сбок как будто вот сзади подкрался и в шею так но но прикольно довольно таки это его осмотр в руку берется он таким вот образом как будто бы достает его откуда-то ну и осмотра довольно таки прикольно он когда достает нож нож прокручивается в ладони только потом ложится в руку и по-моему это нажащуюся редкая анимация осмотра когда он держит его прям на руке и ну естественно этому нож можно крутить прям бегать и так постоянно прокручивать в руке что довольно таки прикольно мне нравится когда о анимации осмотра не просто осмотр а еще и анимация осмотр это когда он просто берет нож поднимает и слева направо крутит а тут помимо осмотра есть еще и анимация то есть вот она сначала прокрутка в руку в ладони а потом осматривание слева направо крутить крутит и вот с анимацией когда сниматься это круто ножи с анимацией ты просто можешь бегать и постоянно выполнять эту анимацию нажимая осмотр и перезарядку и я если не ошибаюсь у этого ножа была редкая анимация линия у этого когда он просто на руке держит нет видимо не у этого а вот она какая смотря вот она какая вот про это я и говорил сколько я осматривал только она сработала на который раз она сработала это прям на реально редкая когда он поднимает ножик на ладошку и держит его балансируя посередине не давая упасть это было неожиданно кстати я уже подумал все это не у него может у другого какого-то ножа и друг хопа вот пожалуйста хочешь от она как смотри вот она как вот это приятная анимация на самом деле то есть не знаю чем можно подумать что у него только такая анимация на самом деле нет и есть еще и редкая так что фальшон не так-то просто и этим он довольно таки круто на самом деле что у него есть какая-то особая анимация мне очень нравится в ножах какие-то особой анимации это получается как бы их фишечка ну я думаю можно попросить бота клифа показать нам как работает анимация убийства оба нет также как там так сделал только что перевернул нож в руки о ничего себе то есть у него оказывается и удар и после удара может браться нож в руку самое интересное что когда ты просто бьешь воздух как сейчас он даже совершается резко резко влево а а когда ты реально убиваешь противника он просто убивает стандартной анимации резко резкий и точечный удар в спину прямо ник ник не влево как он бьет а прямо как стандартно но после удара еще срабатывает анимация тоже редко срабатывает когда он подкидывает нож и ловит его в воздухе вот типа таким образом то есть файл шоу ну как мы с вами выясняем не такой-то простой ножик у него много скрытых анимаций ну а следующий ножик это бой такой здоровый тесак который у у которого лезвие тоже немножко по переливаются на солнышке есть своя анимация доставания то есть он такого как бы прокручивая немножко достает еще так не спеша это у нас быстрый удар наносит так резко влево или влево или вправо но влево он вообще как-то сильно жестко наносит там прямо даже не скажет это быстрый кажется что это мощный удар на мощный вот так вот выглядит довольно таки интересно так я думаю и убивать он будет противника резко в спину об об все ну а этот просто будет наносить мелкие такие удары вот осмотр выглядит таким вот образом нож переворачивается и осматривается снизу причем переворачивается он с таким вот прокручиванием и это прокручивание можно повторять и бегать но как-то так не сильно и неестественно что ли прокручивается как-то слишком здоровый для ножа а это у нас тычковый нажим у меня тоже есть тычковый северный лес и честно сказать просто моделька без кина такая такого черного цвета смотрится намного круче чем у северный лес реально они так сильно выглядят такие черненькие такие красивенькие стильненькие а северный лес они такие зеленые в каких-то крапинках таких черных коричневых не очень сейчас они намного солиднее смотрятся это мелкие такие слабенькие удары а это резкий сильные удар ты также он и убивает противника резко в спину это такие слабенькие удары анимация доставания у нас вот такая осмотр просто вот так вот ну и можно прокручивать и все больше в них ничего такого особенного нету но честно говоря довольно таки прикольненько смотрится такие вот тёмненькие довольно таки красивенькие стильненькие просто моделька довольно таки круто смотрится на самом деле а этот ножик называется урус прям как деревня фар края медвежий нож но на английском звучит урус вот и так вот он выглядит моделька уже имеет свой какой-то блеск такой небольшой прикольный достается он просто без особых анимаций разве что пальчиками сам игрок немножко пальчиками играет предоставание вот ну удары обычная как у самого стандартного ножа ничего особенного просто что вид у него такой нестандартный хотя стандартного он-то и не сильно чем от о а смартно он не сильно отличается именно по форме чем-то похож на стандартный нож т-т стороны тоже немножко такой заостренный разве что лезвие такое здесь более у него таки больше граней на этом лезвии и поблескивает стандартное лезвие а то не поблескивало ну плюс анимация осмотр довольно таки прикольная он играет пальчиками перебирает нож при осмотре всеми пальчиками причем есть такой обычный осмотр как сейчас вот он просто обычный осмотр как как обычного ножа и кстати видно как лезвие переливается при осмотре а есть особенная анимация когда он играет с ножом просто перекидывая его через все пальцы но почему-то она не всегда сразу тоже это считать наверное одна из анимаций которых которая срабатывает не всегда она такая более по идее хотя нет я бы не сказал что редко 50 на 50 либо обычно анимация сработает либо с прокручиванием даже может быть такая чаще срабатывает кстати прикольно смотрится благодаря анимации он становится прикольным но особо анимация особо не проиграешься с ним то есть вот и некоторые ножи при анимации можно крутить этот нож не покрутишь то есть не повыпендриваешься так сказать а этот ножик называется наваха уже само лезвие довольно таки прикольно смотрится без кино такое железненькое которое может переливаться плюс на нем видно какая-то гравировочка что довольно таки красиво смотрится достается он тоже с анимацией он как бы изначально закрыт лежит согнут внутри а мы его достаем так вот из ножа опа довольно таки прикольно удары довольно таки обычные как стандартный нож ничего особенного осмотр осмотр тоже обычный самое интересное что блестит не только нож но и рукоять еще переливается ну особых анимаций у него и нету получается разве что анимация доставания особое что не круто и сам нож по форме лично мне вообще не нравится рукоять больше ножа ну как по мне не очень а этот нож называется стилет выглядит как зубочистка на самом деле не очень как-то слишком тоненький он больше на штык нож похож который обычно на винтовки вешались во время войны когда вот на длинные такие винтовки в конце приделали такой остренький тоненький нож вот на этот нож похож на штык нож для винтовки он похож такой тоненький тоненький удары у него легкие обычные сильные тоже обычные доставание в руку как бы он изначально находится в сложенном состоянии но при доставании персонаж нажмет на кнопку и нож выскакивает таким вот образом осмотр он вот так аккуратненько берет так пальчиками кончиками пальчиков аккуратненько и аккуратненько ну не знаю такое ощущение как как я не знаю как будто держит как как будто стеклянную палочку какую-то боясь боясь ее а вот это прикольно боясь ее разбить как бы вот я не закончил фразу тогда и есть получается у него помимо обычной анимации осмотр еще вот такая анимация где он играется с ножичком кстати просто моделька без скина довольно таки красиво выглядит вот это носит все так переливается прям сильно переливается то есть то есть на этот нож даже можно особо и скинь не добавлять довольно таки красиво выглядит и без скина весь такой красивый переливающийся довольно таки интересно не но есть в нем если со стандартным сравнивать то это конечно же получше больше чем стандартный что что-то в нем да да есть такое прикольное ну а вот этот нож называется коготь он чем-то похож на керамбит но не так сильно не такое лезвие не такое закругленное как у керамбита и есть на лезвии дырочки как бы ну чем-то похож на керамбит достается не таким образом как керамбит но есть своя анимация при доставании у керамбита это прокручивание на пальцы а здесь просто такое дергание дергание вверх и вниз обратно ну у керамбита доставание конечно же круче выглядит здесь как-то непонятно зачем его дергать просто просто чтобы хоть что-то совершить при доставании ну да у керамбита момент доставания приятный а здесь ну не очень удары это слабенький удар а это сильный как у керамбита такой же далее у нас идет я смотрю что у него рука почему-то дрожит та рука которая держит нож она как-то подергивается почему-то и у керамбита вроде так же было по-моему именно когда вот он не играет пальцами просто держится она как-то так как будто немножко подрагивает достается как керамбит так же с прокручиванием и прячется так же с прокручиванием и получается от керамбита он отличается формой и доставанием а в остальном так же как керамбит выглядит и анимация просмотра у него довольно таки прикольного керамбита такой нету по-моему ну да по-моему керамбита так не умеет тогда это делает его особенным это даже прикольно это прикольно на самом деле то есть у него есть особенная анимация при осмотре у него есть особенная анимация которая иногда срабатывает вот это прикольно на самом деле только хотелось бы чтобы она срабатывала не тогда когда захочет а тогда когда ты захочешь чтобы ты мог например во время осмотра нажать какую-то клавишу и оно раз и так само начинало крутиться было прикольно по-моему прикольно не на самом деле он крутит только еще жестко как бешеный вообще не ну прикольно смотрится на самом деле приятно на самом деле с ножичками играть ну баловаться прикольная штука но все равно керамбит как-то именно за свои из-за своей формы посоление покруче выглядит то есть вот держа держа в руках керамбит ты испытываешь удовольствие а держа в руках этот нож что-то я удовольствие не особо-то испытываю может быть потому что я уже только что во-первых держал в руках кучу ножей поэтому я уже типа привык не знаю ну а этот нож уже классический нож называется из кс-1.6 ну так вот он выглядит если ничего не делся просто ждать он иногда его берет за кончик лезвия ну вот да вот таким вот образом берет поддержит его и отпускает удары выглядят таким образом это слабый это сильный ну то есть как стандартный нож ничего особенного ну я имею ввиду как анимация у стандартного ножа вот разве что когда стоишь и ничего не делаешь иного хватает за лезвия ну прикольно смотрится на самом деле доставание выглядит таким вот образом доставание выглядит таким вот образом осмотр осмотр выглядит вот так он просто его осматривает ну как по мне обычный нож ничего в нем особенного единственное что для тех кто очень любит кс-1.6 это будет как такая ностальгия а так вообще обычный нож ничего в нем нет вообще ничего нет обычный осмотр ну разве что небольшая анимация предоставания есть все больше ничего и сам по себе он не сильно красивый но это для тех кто вот долго играл в кс-1.6 и прям полюбил этот нож за эти долгие годы и для него это прям как вот что-то такое к чему он сильно привык ну а так ничего особенного ну покрасивее конечно смотрится чем стандартный ну плюс эта анимация тоже довольно таки прикольно смотрится есть еще такой вот нож золотой его вам обычно дают тогда когда вы играете в военные игры гонка вооружений в конце гонки вооружений вам дают золотой нож и вот так он выглядит то есть это просто как стандартный нож он еще так достается интересно с таким замедлением осмотреть его нельзя нажимаешь клавишу осмотра он не осматривается клавиша осмотра просто не работает ну и бьется бьется он таким вот слабый удар и сильный удар все то есть это такой уникальный нож который дают ну то есть каждый каждый может с ним поиграть когда дойдет до конца гонки вооружений ну и естественно он переливается на солнышке потому что он золотой пожалуй это единственная возможность его осмотреть просто покрутиться на солнышке и увидеть как он блестит ну он реально золотой даже вот по ручке видно что там отражается что-то под перчаткой торчит кусочек ручки и видно что там отражение идет этот нож называется скелетный нож довольно таки так интересно выглядит на метательный похож достается он таким вот образом просто так не спеша медленно достается с небольшим таким легким подбрасыванием вот удары у него слабые довольно таки обычные сильный удар ну тоже можно сказать как стандартный осмотр осмотра это он его интересно довольно таки ну и наверное у него нет других анимаций это единственная его анимация он просто достает его на одном пальчике и осматривает его сначала с одной стороны потом с другой на самом деле это просто кусок металла замотанный изолентой оооо а вот это была особенная анимация он его достал и на пальчики прокрутил довольно таки интересненько вот такая анимация у него есть особенная что делает его осмотр довольно таки прикольным именно в момент анимации жалко что она редко срабатывает ну да хотелось бы почаще то есть это сколько раз мне нужно осмотреть чтобы увидеть анимацию причем он как-то сейчас быстро прокрутил а в прошлый раз дольше прокрутил складывается ощущение что у него ну просто осмотр вот такой и анимация прокрутки медленная и анимация прокрутки подольше этот нож называется бродяга сразу видно что лезвие у модельки поблескивает видно что на заднем острие такие идут небольшие какие-то переливы прикольненько кстати смотрится довольно таки красиво он так ну и сам по себе он так заострен с обеих сторон что довольно таки прикольно достает он его таким вот образом получается на правой рукой раскрывает выдергивает и раскрывает наверное левой рукой достает и раскрывает его за лезвие достает и раскрывает рукоять резким движением а правой рукой уже берет удары у него обычные как у стандартного ножа ничего особенного осмотр ну довольно таки интересно выглядит так так мне кажется мне когда-то был похожий ножик довольно таки о интересненько осматривает так раз два а потом так а нет сейчас просто осмотрел то есть есть просто осмотр а есть и анимация мне нравится что у ножей у последних ножей есть какие-то фишечки в анимации но жалко в осмотре вот такая вот но жалко что она не всегда срабатывает хотя она и нужно получается ловить как бы момент а хотелось бы чтобы срабатывала всегда ну или чтобы была какая-то кнопка то есть ты нажимаешь осмотреть а потом нажимаешь еще что-то и пошла анимация было бы прикольно а хочешь просто осмотреть а хочешь нажми еще кнопку и запусти анимацию было бы ну интересненько довольно таки этот нож называется нож выживания он так довольно таки интересно выглядит весь такой с зазубренными весь такой остренький весь заостренный достается он интересным образом иногда просто достается так как мы уже видели одного из ножей просто достает и пальчиками двигает а иногда он достает нож и с подбрасыванием то есть достает нож подкидывает и ловит причем довольно таки интересно и хотелось бы чтобы он так всегда доставался а и 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 удар и достаешь опа вот сразу анимация то есть как будто бы ты кого-то ранил а потом так опа и типа и но ножичком играешься хотя может мне так просто свезло что так после именно после ударов но все все уже кажется что чаще потому что без ударов вообще устаешь вот это вот доставать его чтобы видеть анимацию но дача осмотр просто осматривается нож по блеске идут ки красиво смотрится кстати лезвие переливается и я думаю у него должна быть какая-то анимация не можем просто доставаться не осматриваться должна быть тоже какая-то скрытая хитрая анимация вот она какая-то она какая вот тебе и анимация вот это просто осмотр а вот это уже анимация смотри видишь вот пожалуйста ну так сам по себе наш прикольно выглядит жалко что анимации так редко срабатывает хотелось бы чаще ну а этот нож называется паракорд нож на вид он острый классный и очень опасный я на самом деле но это он просто острый не знаю классно это это и так уже в ритму сказал ну видно что лезвие переливается носа на солнышке на солнышке взятие в руку такое же как и у как и у ножа который выживание еще какой-то нож был которое такое же в руку взятие хотя возможно вот и анимация только хотел сказать что возможно анимация есть и вот она получается достает левой рукой и кидает и вправо что прикольно выглядит кстати удары удары это слабенький удар у нас а это уже сильный удар но разве как ничего особенного осмотр ну тоже получается лезвие которое просто обмотана ниточкой и у него получается всегда такой осмотр наверно анимация какая-то ну это и есть получается анимация осмотра ну да получается у него один осмотр а нет вот и второй это одна анимация осмотра а вот это вторая ну а дальше уже не совсем уже как бы ножи закончились те которые есть в игре и это уже нож из режима хэллоуина призрачный такой нож то есть это как складной нож только он призрачный ну в общем такой же как и такой же как обычный нож только такой полупрозрачный вернее как обычный складной только прозрачный вот такой призрачный ножик призрачная заточка называется Ну вот, в общем-то, и все ножи, которые есть в игре Которые, ну, модельки ножей Из них, из всех, мне, конечно же, больше всего понравился керамбит Такой я бы нож себе хотел В инвентарь, чтобы он у меня был Какой-то такой вот Причем скин Ну, скин, конечно же, тоже хотелось бы какой-нибудь интересненький Не какой-нибудь там северный лес Хотя бы пати, ну что-то такое Да, мне таки прикольно, можно играться так с ним Осмотр Потом, опа, взять себе в руку осмотр Хопа Нет, нет, стоп, не так Осмотр Взятие в руку Осмотр Взятие в руку Осмотр Взятие в руку Прикольно Вот такой ножик я бы себе хотел, конечно же Ну вот Ну а дальше мы посмотрим просто оружие ближнего боя Которое еще существует в игре В игре так же есть топор Вот так вот он выглядит Осмотра у него нету Взятие в руку довольно-таки Неспешное Так, опа Ха-ха Ну вот так вот наносится он так как будто бы сильно Но отнимает не сильно Если нажать правую кнопку мыши, то это будет прицел А не сильный удар А когда отпустишь Топор просто полетел Есть еще и молоток Вот так вот он выглядит Осмотра у него тоже нету Причем когда его держишь в руках, даже руки не двигаются Он просто как бы застыл Когда игрок держит в руках ножи Руки там хотя бы как-то шевелятся То пальцы, то сами руки А здесь просто вот он застыл Доставание, как и у молотка Такое неспешное Это слабый удар Хоть он такой и на вид медленно и носится Но удар у него не сильно, ну не сильно жесткий Правая сильный удар Это просто прицелывание И когда отпускаешь клавишу Он просто кидает его То есть нажимаешь и держишь Он прицеливается Опускаешь, он кидает Также есть еще разводный ключ Тоже как и топор Неспеша достается Ну в общем то же самое, что и топор Но и Просто вид другой Все то же самое, как и топор А просто вид другой Также есть еще бомба-липучка Пробивной заряд называется На левую кнопку мыши вы кидаете ее Максимум три штуки И они отмечаются такими вот Значками, чем дальше вы отходите Тем меньше их видно Ну дальше нажав на правую кнопку мыши Вы Просто взрываете Взрываете всех, кто там рядом стоял Как вы уже поняли Все это топоры, разводные ключи, молотки Это все из запретной зоны Также из запретной зоны К нам пришел шприц Как видите, у меня то есть два здоровья И здоровье выросло Также есть Бомба-прыгучка Из запретной зоны Также есть Еще и планшет из запретной зоны Но вне запретной зоны Он не работает Также из запретной зоны К нам пришли Экзопрыги Благодаря им можно запрыгнуть На большое расстояние Также просто мы не запрыгнем А благодаря экзопрыгам Можно и запрыгнуть Причем очень даже легко Также есть еще кулачный бой Из запретной зоны К нам пришел Осмотра у него нету Есть слабенький удар И сильный удар Такое Ну так, прикольно Также я хотел бы вам еще кое-что показать О чем вы вряд ли догадывались В игре есть граната С волхаком Это такое специальное устройство Вы когда-нибудь видели такую гранату? Вот такую Такая гранатка В виде такого прямоугольничка Когда достаешь его Он отщелкивается И внутри какая-то красненькая сфера Четыре красненькие кубика И это граната И она работает Называется тактическая граната И если ее бросить Потом бросаем ее туда Она вот светится 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 Опа! И мы видим, что он противник То есть эта граната Позволяет нам Увидеть противника за стеной Но она работает недолго И быстро гаснет Но точно покажет вам Где противник И выйдя вы просто Сможете сразу убить его Также в игре есть Зеус Вы, наверное, с ним уже знакомы Но знакомы ли вы С его праздничной версией? Вот такой Из которой вылетает конфетти Он работает, кстати Он убивает врагов Но при этом вылетает не молния А такое конфетти Довольно-таки прикольно смотрится Со стороны это вот так вот выглядит Вокруг тебя просто разлетаются Такие вот Конфетти во все стороны Реально круто смотрится Прикольно Реально празднично так выглядит Также в игру еще добавили снежки Осмотреть их нельзя Достаются они вот таким вот образом Ну а кидать их Можно вот таким вот образом Но это тоже из новогоднего режима Как бы Про который у меня есть отдельное видео На канале Прикольная, кстати, штучка снежки Мне нравится в снежки играть Когда добавляют это В официальном обновлении Весело довольно-таки Особенно когда игроки поддерживают Атмосферу праздника И поддерживают это И играются с тобой в снежки Это реально прикольно Ладненько Ну а на этом все Всем пока-два Субтитры сделал DimaTorzok